День народного единства 4 ноября маршами, шествиями и акциями отметили по всей стране. Наш город не стал исключением. По традиции на площади Победы прошел митинг-концерт, посвященный государственному празднику. Посмотреть и послушать выступления собрались несколько сотен ивановцев. Первые лица города и области возложили цветы к памятнику Георгия Победоносца. Этот праздник, отметили собравшийся, получился более многолюдным, чем прошлогодний. Сейчас год от года популярность этого праздника среди молодежи возрастает. И молодежь знает, что эта дата является вот таким символом, знаменем единства нашей Родины. И действительно, патриотические речи на площади звучали повсюду. Со сцены из самых дальних уголков. О единстве, равенстве и братстве, о толерантности, о дружбе народов говорили подростки и люди постарше. Вот только для большинства сама дата 4 ноября не более чем цифра. И приятные эмоции она вызывает только потому, что этот день официальный внеочередной выходной. Я считаю, что сюда пришли люди, ну, голосовать, там, выбирать чего-то. Из Шар-Мальшейка в Санкт-Петербург потерпел этот праздник. На его борту находилось 224 человек. Ну, там, без понятия, ну, праздник есть праздник. Тем не менее, у праздника богатая история. Он был учрежден в честь освобождения ополчения Мининой Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году. По задумке торжество символизирует сплочение народа. Ликбизом для собравшихся стало костюмированное представление активистов военно-патриотических клубов. Театрализация событий смутного времени. Была историческая реконструкция воинов Руси 13-14 века. Мы поставили такую сцену освобождения русских людей от захватчиков. Страна на патриотическом подъеме, отметили выступающие. Геополитическая обстановка и трагические события последних дней, кажется, сделали людей дружнее. И такой праздник собравшимся оказался нужен. Это объединяет больше всего взрослых и детей. И как бы нужно это для общества обязательно. Торжества продолжил традиционный крестный ход, к которому смогли присоединиться все желающие. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.